В этот день они сменили свою основную профессию и стали певцами, танцорами и артистами. На этот раз в районном доме культуры фестивали «Звездопад» соревновались коллективы школы номер один и «Красные горки». Гулерам Галиева окончила городскую школу номер четыре в 2014 году, получила высшее образование в КФУ и трудоустроилась в образовательное учреждение номер один. В фестивале «Звездопада» участие принимает впервые. Первый год работаю в школе, поэтому и в фестивале принимаю участие в первый раз. На репетиции ходила с удовольствием. У кого-то сегодня дебют, а вот Ельмир Самигулин уже опытная звезда. В этот раз он не пропустил ни одной номинации, даже показал пародию на Максима Галкина. Сейчас мы с тобой возьмем желудок. Все номинации очень трудные, ко всему особенный подход нужен. Сегодня для меня самая сложная номинация, наверное, номинация «Пародия» на известное телешоу. Мы пародируем шоу «Лучше всех», где у нас ведет Максим Галкин. Обе команды соревновались в восьми номинациях. Песни года, юмор и сатиры на войне, миниатюры, инсценировка, хореография, пародия, финальная массовка и конферансье. Большое внимание уделялось декорациям и образам. Готовиться начали недели за две до сегодняшнего дня. А костюмы мы что-то пошили, что-то взяли на прокат. У детских садов спрашивали. То есть кто-то помог нам. То есть вот так вот дружеская помощь какая-то была тоже здесь у нас. К сожалению, мне не всегда приходится посещать такие концерты. Но когда я прихожу, я получаю полное удовольствие. Потому что выступают практически на профессиональном уровне. Это полнейшая отдача. Это что-то новое, что-то красивое в том числе. Школьные коллективы показали высокий уровень подготовки. И все же побеждает сильнейший случай звездопада, талантливейший набрав 89,8 балла. Красногорская средняя образовательная школа стала победителем.